Это 10-минутный выпуск новостей на Пушкинском телевидении. В нем мы кратко расскажем о самых главных событиях округа в конце прошлой недели и в начале этой. Ежедневно в Подмосковье делают прививку около 80 тысяч человек. Об этом в интервью телеканалу «Россия-1» рассказал губернатор области Андрей Воробьев. Сейчас наш регион в лидерах по вакцинации. Укол от ковида поставили уже более 2 миллионов 700 тысяч жителей. Высокие темпы вакцинации позволили приступить к сокращению количества инфекционных коек. В целом койки у нас освобождаются уже четвертую неделю подряд. Спасибо Министерству обороны, врачам, которые приехали к нам. 1 августа мы закрываем «Патриот». Сегодня, слава богу, видим отрицательную динамику. Но еще раз, знаете, говоришь это публично и всегда опасаешься того, чтобы не было какого-то расслабления по поводу вакцинации опять. Для удобства жителей на выходных открывают мобильные пункты вакцинации. Третью субботу подряд сделать прививку можно было в городском парке в Ивантеевке. Также 24 и 25 июля дополнительный прививочный пункт работал в Доме культуры имени Ленина в Красноармейске. Продолжение следует... Продолжители в сфере ЖКХ, благоустройство территорий школ и детских садов. Посмотреть итоги народного голосования можно на сайте премии в разделе «Участники». Также необходимо выбрать интересующий округ. Реализация я создала свой проект по вовлечению молодежи в сферу сохранения культурного наследия региона. Проект называется «Яркий след». Реализация проекта заключается в подаче классических кодов культуры в современных форматах. Культурные квесты в онлайн и офлайн виде, локальные тематические площадки, крупные мероприятия по культуре, а также конституционная добровольческая помощь в федеральных культурных проектах. В 2021 году у премии нет профильных номинаций. Все зависит от масштабности проекта. Следующий этап – голосование жюри. Оно продлится до 18 августа. Напомним, по итогам конкурса будут определены 500 проектов победителей, которые получат премии от 50 тысяч до 1 миллиона рублей. В последнем воскресенье июля прошли матчи восьмого тура первенства округа «Пушкинский» по футболу. Лидер турнира и бессменный чемпион последних пяти лет «Связист» одержал уверенную победу над «Правдой» со счетом 10-2. Красноармейский альянс разгромил дебютанта первенства «Пушкинскую доминанту». В центральном матче тура «Дизайн окно» сыграл в ничью со «Связистом» 1-1, а «Новая деревня» одержала тяжелую победу над «Звягина» 2-1. Выезд «Пушкинского спортинга» в поселок Лесной к одноименному коллективу оказался удачным – 5-3. В следующее воскресенье, 1 августа, команды проведут матчи девятого тура. Всего будет сыграно 17 туров. Чемпионат продлится до середины октября этого года. В округе продолжаются встречи с жителями по поводу социальной газификации. Представители администрации муниципалитета и компании «Мособолгаз» рассказывают о программе, отвечают на вопросы людей. На прошлой неделе встречи прошли в Пушкино, селе Тишково и деревнях Веденская и Петушки. На сегодняшний день общее количество домовладений, вошедших в программу на территории округа Пушкинский, уже составляет более 900. 5 километров газовых сетей проведут бесплатно до границ участков домовладений жители по программе социальной газификации. Дату, время и место следующих встреч можно узнать на странице в Инстаграм, посвященной социальной газификации в нашем округе. Ежегодный фестиваль крестьянской культуры «Синокос» в Муранове длился два дня – 24 и 25 июля. Традиционно его провели на Барском лугу рядом с музеем-заповедником «Усадьба Муранова». Фестиваль организовывают уже более 20 лет. Лучшие фольклорные инструментальные коллективы Подмосковья выступали для гостей праздника. Фольк-рок и мировые хиты на балалайках, песни, танцы, старинные игры и забавы – все это было на фестивале. Мы оставили деляночку небольшую, каждый год мы ее оставляем, чтобы как раз покосить ручную. Весь луг выкашивается, естественно, заранее, чтобы было удобно людям ходить, гулять. Собираются вот такие стага, как у меня за спиной в том числе, на которых можно расположиться. Это и такая природная фотозона, по сути. И оставляем небольшую делянку под ручной покос. Естественно, не обошлось и без покоса травы. Все два дня любой желающий мог попробовать в этом своей силой. Кроме того, весь фестиваль работала ярмарка с продажей изделий, народного творчества, сувенирами и исконно русскими угощениями. Также можно было покататься на лошадях и принять участие в мастер-классах от народных мастеров. Дополнительно для гостей Синокоса подготовили экскурсии по усадьбе и парку, крокет и другие музейные программы. Правительство Российской Федерации утвердило правила предоставления инфраструктурных бюджетных кредитов. Федеральные средства будут предоставляться на возвратной основе поставки 3% годовых на срок не менее 15 лет. Погашение кредита стартует с третьего года после его получения, что дополнительно снизит нагрузку на региональные бюджеты. Для того, чтобы получить такую финансовую поддержку, региону необходимо принять участие в отборе проектов. Благодаря инфраструктурным кредитам у регионов появляется возможность решить самые насущные проблемы, на которые раньше не хватало средств. Как пример, обновить теплосети, очистные сооружения, улучшить качество дорог. Это очень длинные и по российским меркам очень дешевые деньги. Правительственный заим гораздо выгоднее любых коммерческих кредитов. Ожидается, что к 2024 году объем выданных инфраструктурных кредитов достигнет 500 миллиардов рублей. По словам председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, такие займы позволят увеличить объемы строительства новых жилых домов, больниц, школ, спортивных сооружений и дорог, обеспечит обновление жилищно-коммунального хозяйства. Все это позволит улучшить качество жизни граждан, даст дополнительный импульс к развитию экономики на местах. О коммунальных службах и не только обучающий семинар в рамках проекта «Про ЖКХ» прошел на выходных в Ивантеевке в новом формате под открытым небом. Подробности у наших коллег с Ивантеевского телевидения. Основы жилищно-коммунальной сферы изучают сегодня на занятии проекта «Про ЖКХ». Это шесть разделов. Правовые основы организации деятельности жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации, роль и задачи Советов домов, планирование и организация деятельности по управлению МКД, жилищно-коммунальные услуги, обращение с твердыми коммунальными отходами, проведение капитального ремонта и тарифы и ценообразования. С 1 июля тариф увеличился примерно на 4%, отмечает Анна Дунаева. Проверяйте, пожалуйста, чтобы не было задвоений или нулевых строк, или еще каких-то перерасчетов. Вы четко должны смотреть. Были случаи, и неоднократно, когда люди задавали вопрос. А почему у меня в этих передних графах начальных все четко, а в дальних двойные суммы идут? На семинаре акцент на диалог с жителями. Вопросов много. Большая часть касается капремонта и тарифов за ЖКУ. Главное – решать все сообща, объединив усилия. В случае, если нас не слышит управляющая компания, и наши права нарушаются, мы идем в Государственную жилищную инспекцию и в органы прокуратуры. Татьяна Жаворонкова живет в доме номер 2 по Социалистической улице. Здание в ужасном состоянии. Женщина просит помощи. Управляющая компания «Светлый край» на контакт не идет. На семинаре сказала обо всем, что могла. Управляющая компания на нас не обращает никакого внимания. Я думаю, что дальше буду писать уже на управляющую компанию и дальше уже прокуратуру. Инициаторы сегодняшнего урока – Ивантеевское отделение Российского союза ветеранов Афганистана. Накопилось много вопросов, с которыми они обратились к Анне Дунаевой. Кроме того, впервые занятие прошло под открытым небом в сквере за КДЦ Первомайский. Поэтому присоединиться мог любой желающий. У меня тоже был один вопрос, но в ходе беседы и в ходе выступления Анны Дунаевой этот вопрос отпал у меня. Просто не было необходимости его задавать. Я думаю, эти семинары, которые проводятся такого типа, они очень полезны. И надо их регулярно проводить. Занятия в рамках этого проекта проходят и в ресурсоснабжающих организациях города по их просьбе. За последнее время школу ЖКХ уже прошли сотрудники водоканала и теплосети. Планируются такие же встречи на открытом воздухе и в дальнейшем. Мы планируем провести встречу в формате приема населения. Будем приглашать всех жителей города. Также сегодня мы приняли решение, что придут жители, которые присутствовали с документами, чтобы детально помочь составить заявление и направить конкретно по алгоритму в ту организацию, которая окончательно будет являться той, которая решит проблему их. Большинство вопросов удалось решить на месте. Кто-то из участников семинара записался на личную консультацию. Кристина Лушникова, Владимир Безлепкин, Анна Белова. Программа «День за днём». Узнавайте самую свежую информацию о жизни Пушкинского городского округа в нашем блоке «Время новостей». Продолжение следует...